Ольга Трухова, учитель физики из Отрадного, свой предмет знает на отлично и прививает любовь к нему своим ученикам, по своей методике. Считает, что физику нужно не только знать теоретически, но понимать и применять на практике. С этой программой она приехала на областной конкурс «Учитель года». Мечтает победить не только на региональном этапе, но и во всероссийском финале. Я представляю синергетический подход к изучению физики. Дело в том, что ребята привыкли на уроках изучать какие-то идеализированные модели. И когда они оказываются в реальном мире, то часто они приходят и говорят, Ольга Александровна, вы нас учите, учите, а физика на самом деле в жизни не работает. Вот моя задача – показать ребятам, что физика-то работает. Просто существует исключение границы применимости закона. Конкурс «Учитель года» стартовал в середине марта. Преподаватели презентовали свои проекты, методику обучения и результата работы. На этой неделе финалисты собрались в 53-й Самарской школе и провели открытые уроки и классные часы. Жюри оценивает всех по достоинству по специальной таблице баллов и определяет пятерку финалистов. Победитель станет известен в следующий понедельник после мастер-классов о беседе с министром образования Самарской области Виктором Акапьяном. Педагогические находки после конкурса применят в школах региона. Это своего рода марафон, но в то же время есть определенные финишные примаи. Я скажу, что здесь нет, конечно, проигравших. Все учителя-победители, потому что они действительно вышли в этот конкурс. Ну и представлять свои идеи, свои уроки и, конечно же, свою методику, свои технологии. Конкурс «Учитель года» юбилейный и проходит в регионе 30-й раз. За это время компетентное жюри оценило не одну сотню профессионалов своего дела. Самарские учителя вот уже 9 лет входят в пятерку лучших педагогов России. В 2015 году историк Сергей Кочерешко стал абсолютным победителем всероссийского финала. Участие в конкурсе – это отличный трамплин для карьерного роста. Ильина Аслан Сергеевна – директор гимназии номер 3 городского округа Самара. Галузина Лилия Викторовна – директор гимназии 11 городского округа Самара. То есть на самом деле, конечно, есть продвижение по службе, но может быть не сразу, не в первый год и не во второй, а через какое-то время. Секрет успеха в конкурсе «Учитель года» просто рассказали организаторы. Нужно соблюдать три правила – любить профессию, уметь общаться с детьми и быть профессионалом. Тогда, кроме уважения коллег, можно получить по итогам конкурса премию от 10 до 50 тысяч рублей и новую машину с Волжского автомобильного завода. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.